Доброго всем пятничного утра на StopGame.ru Сегодняшний выпуск выйдет насыщенным, ведь вслед за Sony, Microsoft показала, чем встретит нас новое поколение консолей. И еще с плотиатила первоапрельский инфакт, да. Вам понравился первый просмотр компании? Ладно, да ладно! Блядь! Какой стоп, чёрт! С играми, впрочем, на Xbox Games Showcase тоже всё было в порядке. Особенно здорово, что в этот раз обошлось без привычных уже сливов, и некоторые из премьер приятно удивили. Пускай демонстрировали больше и синематики, чем честный геймплей. Начали со свежего трейлера и полноценной демонстрации игрового процесса Halo Infinite. Из новшеств нам обещают полноценный открытый мир, крюк-кошку и 60 FPS. Игра выйдет в конце года на PC, Xbox One, Xbox Series X и станет доступна по подписке Xbox Game Pass. А как выглядит геймплей, вы наблюдаете на экране. Да. Зачем был нужен такой низкий старт? Ну, вы на афише уже должны были заметить. Под флагами Microsoft, нежданно-негаданно, выплыл во всей своей красе один из флагманов презентации. Сталкер 2. Можете насладиться кадрами, которые будете наблюдать ещё несколько месяцев при появлении каждой последующей новости об игре. Да, мы вновь окажемся в зоне и примем роль одного из легендарных сталкеров. В этот раз мир будет полностью открыт и заодно поразит размерами ветеранов серии, а то и индустрии вообще. За его наполнение опять будет отвечать система A-Life на уже второй версии. Она возьмёт под контроль цифровые мозги мутантов и сталкеров для того, чтобы в зоне всегда происходило что-то интересное, даже если игроку не доведётся оказаться поблизости. Сюжет, с другой стороны, тоже обещает оказаться на уровне, с влиянием на его ход действий игрока и с альтернативными концовками. В трейлере, кстати, показан тот уровень графики, к которому разработчики стремятся. Посмотрим, насколько к нему удастся приблизиться к релизу. Сталкер 2 должна выйти на PC и Xbox Series X, но вот когда — неизвестно. Кратенько анонсировали State of Decay 3, но кроме тизера с зимой, арбалетом и оленем зомби, ничего толком не показали. Известно только, что предположительная «выживалка» изначально появится эксклюзивно на PC и Xbox Series X. Ждёте более подробных анонсов? Ну, давайте немного подождём. Пока могу предложить интригующие. Студия Obsidian Entertainment, славная доделыванием чужих франшиз, в этот раз разовьёт свою. Встречайте, Avowed. Полноценная, дорогая ролевая игра в мире Pillars of Eternity, но от первого лица. Очень похоже на Skyrim, да и не страшно. Со времён запуска последних древних свитков прошёл-то уже почти десяток лет. А когда ещё это Avowed выйдет? Про то ничего не сказали, если что. Зато сказали, что 9 сентября в магазинах появится Peril on Gorgon, дополнение к The Outer Worlds, другому проекту Obsidian. На астероиде Горгона долгое время проводили крайне амбициозные эксперименты. А мы ведь знаем, что до добра такое никогда не доводит. В мире кино и видеоигр, во всяком случае. Поэтому с последствиями научных амбиций придётся разбираться главному герою, который сможет набрать на астероиде новых перков, брони, оружие и уровни, конечно. Предел последних поднимется до 33. Редкий случай для этой презентации. DLC выйдет не только на PC и Xbox One, но и на PlayStation 4. Rare, известное в первую очередь по морю воров, представляет ещё одно приключение в необычном графическом стиле. В Everwild нам предстоит играть за вечных. Значит, любить деревья, дружить с животными и всё вот такое прочее. Как это будет выражено геймплейно, пока не очень понятно. Но если леса будут выполнены с той же любовью и вниманием, что и моря в Sea of Thieves, то звучит очень любопытно. Если вы вдруг забыли о Psychonauts 2, то Джек Блэк готов вам об игре напомнить. Он спел песню, под которую и сделали свежий трейлер, где показана главная особенность проекта. Путешествие по безумным и фантасмагорическим мирам, срождающимся в глубинах человеческого мозга. Ждём игру в следующем году на всех основных платформах. И напоследок, Microsoft приберегла кинематографический тизер Fable. Да, именно так, без номера. Судя по всему, речь идёт не о ремейке, а скорее о пересмыслении. Тем более, что занимается игрой студия Playground Games, до этого выпускавшая гонки серии Forza Horizon. Выбор странный, но хочется верить, издатель знает, что делает. Будем следить за дальнейшим прогрессом, а о других проектах презентации вы можете узнать из новости в описании. Прошу прощения, авторы нашего блогового раздела. Никак не мог прервать поток анонсов раньше. Но теперь давайте, наконец, перейдём к награждению наиболее отличившихся блогеров. Тем более, что на прошедшей неделе вышло сразу несколько отличных работ. Выбрать между которыми две было действительно непросто. Первым делом отмечу Dead Chronica. Расписавшего и показавшего, как легенда старины Гримм Фанданга пересекается с легендами кинематографа. Среди обзоров выделю работу Reality One, поделившегося своими впечатлениями от Prince of Persia The Two Thrones. Победителей прошу сбросить мне в личку вашей Steam ID. Давайте немного без Microsoft, что ли. Если вы, как и я, с трепетной надеждой, несмотря ни на что, ждёте Dragon Age 4, то есть, как водится, две новости. Хорошая, натянутая. Игру не забросили, разработка по-прежнему идёт. Плохая, разработка идёт медленно. Из-за пандемии коронавируса сотрудникам приходится работать из дома, а большим коллективам это даётся непросто. Так что, возможно, даже осторожный прогноз на выход ролевой игры весной 2022 года может оказаться чересчур оптимистичным. Но, если честно, лишь бы сделали хорошо. Сталкеры же вон уже почти дождались. И хватит, пожалуй, с новостями на сегодня. Тем более, что на сайте stopgame.ru вышла целая куча материалов. Тут вам и свежий рефанд, и превью облец, и сразу два текстовых обзора. Rocket Arena и Deadly Premonition 2 – A Blessing in Disguise. Приятного просмотра и хороших вам выходных!